Под открытым небом стадиона Рубин не так много школьников. Выполнять нормы ГТО в краевую столицу приехали 80 подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Но среди них самые лучшие – те, кто сумел пройти отбор у себя по месту жительства. Участие на этот раз подтвердили команды из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Затосибирске, Павловского, Ребрихинского и Салтонского районов. Очень замечательно то, что наша администрация поддерживает. То есть на территории уходит хороший инвентарь спортивный, который нужен именно для сдачи норм ГТО даже в отдаленные районы. Подготовка в районах тоже идет. Мы смотрели, отчеты они присылают, что проходит этап. Каждому участнику краевого этапа предстояло пройти 8 испытаний Всероссийского комплекса. Пока одни состязались в метании мяча, другие разминались и готовились к отжиманию и подтягиванию на перекладине. Кроме того, в программе состязаний такие виды, как плавание, наклон на гимнастической скамье, прыжок с места, бег на 60 метров, на полтора или два километра. Под чутким руководством педагогов школьники старались изо всех сил, чтобы не подвести учителя и свою команду. Конечно же, это спорт, поэтому для меня это получение эмоций, какие-то впечатления. И спорт это как стиль жизни, можно сказать. Поэтому для меня этот фестиваль был очень важен и я с радостью принял им участие. Наиболее интересным и для многих сложным стала стрельба из положения сидя или стоя для четвертой ступени при помощи электронного оружия. Каждому участнику давали шанс сделать пробные выстрелы по мишеням. После объясняли на мониторе, что нужно сделать и как правильно стрелять, чтобы была хорошая кучность и самое главное попадание. Впереди у судейской бригады есть время подвести итоги. Самые сильные, спортивные и удачливые восемь подростков, лучше всех выполнившие нормы ГТО, отправятся на всероссийский финал, который пройдет в конце октября, начале ноября в международном детском лагере «Артек». Дмитрий Гладких, Михаил Лифуншан. Новости.